Интенсивная застройка резиденции Утриш поставила вопрос ребром, кто обезопасит жителей этих домов, если уровень воды в близлежащей речке Суко резко поднимется выше опасного уровня. Застройщик о безопасности своих покупателей не позаботился. В очередной раз проблема легла на плечи муниципальной власти. Как показала прошлая весна, уровень реки за каких-то 45 минут способен подняться до критической отметки. Чтобы не допустить развития чрезвычайных ситуаций, Управлением гражданской обороны и защиты населения ведется круглосуточный мониторинг состояния водных объектов курорта, в том числе и реки Суко. При самых неблагоприятных условиях уровень затопления этой территории может превышать полутора метров, а на отдельных участках достигать до двух метров, что представляет угрозу не только здоровью, но и жизни людей, которые здесь могут проживать. Усугубляют ситуацию захламления реки бытовым мусором и поваленными деревьями. Руководству муниципалитета принято решение оперативно расчистить русло реки и провести дно углубительной работы. На эти цели из местного бюджета выделено 3 миллиона рублей. Отобранные по конкурсу организации работают экскаваторы, работают трелевочники и определенный участок протяженностью 4,2 км по расчистке реки. Предварительные работы уже проведены, расчищены от валежников, но все здесь будет облагоустраиваться и проведены еще дополнительные дно углубительной работы с целью пропуска паводковых вод. Руслы реки Суко очищают от древесных остатков и донных отложений. Через две недели работы завершат. Но есть и перспективный план по обустройству прилегающей территории. В рамках краевой программы по охране окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов и развития лесного хозяйства запланированы масштабные работы по строительству бетонного ограждения. Программа начнет работать в 2017-2018 году на участке 1800 метров от берега, которые мы сейчас видим, они будут в бетонном исполнении. Здесь будет обустроенная набережная и будут выполнены мероприятия по противодействию паводковых вод. Эти меры позволят расширить русло втрое, что обеспечит свободный отток воды. Помимо этого, на реке установлен специальный гидродатчик. При подъеме воды выше допустимого уровня сигнал автоматически поступит в единую дежурно-диспетчерскую службу курорта. На место прибудет оперативная группа для оценки ситуации. Кроме того, регулярно идет отработка систем оповещения населения.